Всем привет! Всем привет! Суббота, 29 июля. Мы решили выбраться в другой город, прогуляться. Как будет, Таня, правильно? Избург. Я думала, что Дюйсбург, но нет. Мы хотели, конечно, посетить большие города, но это тоже большие города. Но билет, увы, не на все города действует, не на все земли. Ну да, Дюйсбург на самом деле не такой уж и выгодный. Получается, что города только действуют на нашей земле. Мы сейчас выбрали вот такой город. Хотя вот Вика писала, что ей удается как-то ездить. Я не знаю, я вот сколько ни смотрела, только близкие города, но ближайшие к нашему городу, они бесплатные? Два и тикет написано. А вот, допустим, если ехать три часа, то сразу сумма какая-то, там 49, 50, 100 евро. 30 и выше, да. Да. Очень дорого. Ну, так как суббота, вроде как едем по тикетам. Да, кстати, но на этот город или, например, на город Эссен, если выбрать будний день, то надо доплачивать. Надо доплачивать. И именно выходной день я посмотрела вчера вечером, да, бесплатно. Письмо мне пришло. В общем, об этом уже потом. Сейчас опять лечу всех помощи, кто понимает и разбирается. Джек-центр с Дианом теперь будет нас трогать. У нас? У меня? Да, но все равно нас это касается двоих. Будем как-то с этим разбираться. Пока выходной, так что давайте будем смотреть наши видео вместе с нами. А, зашли в поезд, я просто в шоке. Как будто не в поезд зашли, я не знаю, в какой-то бар. Даже не бар, я не знаю. Все просто, все с ящиками пива, все пьют пиво. Разлитая. Разлитая на полу. Да. Вонь неимоверная. Но тут мы сели подальше, сейчас не так сильно воняет, но вообще капец. Уже жарко в поезде. Вообще. Да. Ну все, ребята, включимся, когда будем в городе. Нам ехать сколько? Да, ну, 20-25. Что? 20-25. Какое? 49. 49 минут. Ну, не знаю, смотрела вроде приезд под спиной. 49. Я слава. Ну, короче, ребята, да, включимся, когда уже будем на месте. Настя такой путеводитель. Я уже не знаю. Когда пишут, Аня во всем винит Настю. Ну так по факту. А как? Мы едем, едем бесплатно, бесплатно. Ничего себе бесплатно. Ну, я думала, либо доплачивать, хорошо ж хоть будет выходной день. Так что все, ребята. Будешь ты мне доплачивать, когда мне посуды. Включимся уже на месте. Ну, ехать то 45 минут. А прибытие 16-25. А она подумала, что 25 минут ехать. Настя, ошиблась? Да, ошиблась. Жарко, кстати, в поезде. Очень жарко. Ой, не знаю. Всем спасибо, кто мне сейчас помогает с этими документами. Да. Я письмо с ящика достала. А Настя говорю, у меня ж плохо стало. Ну, реально. Это такое психологически сложно. Особенно, когда ты не понимаешь, не знаешь языка. Ладно бы там на украинском было бы. Я бы за 2 секунды разобралась. А когда ты просто реально не понимаешь, что заполнить, как правильно заполнить. Не дай бог, ты как-то неправильно что-то там поставишь, напишешь. Все. Ты просто теряешь пособие, теряешь квартиру и так далее. Ну, реально. Да, еще такой момент, что в данный момент тебе далеко нельзя ехать. Потому что вот... Ну да, мне всегда надо проверять ящик. Поэтому, да. Тяжело. Ну, там типа, я не знаю, как в дальнейшем они поступают. Они отставляют тебе каждый месяц. Вроде как каждые полгода. И отчеты. Вот мне посоветовали составить таблицу. И именно, ну, для себя. Да, то есть расписывать отчет, доход, расход. В общем, очень сложно. Я уже не рада этому всему. Ну, вообще, реально. Ну, да. Потому что я не знаю, как дальше сезон. Вот здесь. Конечно. Все. Насте позвонила маму. Потому что ей очень слово. Кстати говоря, отобрались они отлично. Им очень повезло на границе. Быстро отобрались. Быстро их пропустили. Да? На таможню. Что с польской стороны, что с украинской. Все прошло быстро. Это очень хорошо. Вот. Я была рада, что она вышла домой. Мы не было, она домой взяли. Да, она очень хотела домой. Вот. Ну, я так и не поехала. Я не поеду. Потому что очень страшно. Плюс это... Финансы. Ну, сейчас вот документы пришли. И да, у меня много дел здесь. Я вообще не понимаю. Даже если ты поехал, то все равно уйдет. Понятно. Даже если ты приехал. Не знаю. Даже если ты предупредила. Мне кажется, они бы требовали до этого. Я думаю, мне бы не дали так называемый... Вот. Сейчас. Сейчас едем. Настя говорит. Хочу хот-дог немецкий. Но она говорит, что ей не нравится. Такая голодная. Ну да, мы сегодня ничего не делаем. Здорово. Кстати, Настя, там многие переживают за нашу диету. Мы не на диете, что все накрылось. Подколы. Да, что у нас личико круглеет. У меня, да, у меня вообще проблема. А можно? Я специально на прохладе ясную. Ничего. Ну и похудеть. Чуть в том, что Насте не надо. Вот мне, да. У меня режим остановки. Вы не переживаете все. Да, сейчас все. Скорая. Еще неделька. Все. Мы встаем в 7 утра. Все. И активно изучаем дойчика. Говорю, ну... Настя, расплюнь. Да. Ладно, все. Мы будем долго разговаривать. Уже, надеюсь, скоро приедем. Через 25 минут. И будем показывать вам город. В Макдональдсе Настя выглядывает. Говорит, я не могу ждать. Я сейчас пойду требовать свое мороженое. Такая смешная. Ушла реально. Мы зашли в Макдональдс, потому что дождь. Решили купить по мороженке. Ничего не ели, так что просто мороженое покушаем. Настя вернулась. Ну и что? Разходила? Я ему говорю, где мое мороженое? Его есть мое айс. Да. А он, типа, 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 что? Я опять ему повторила. А он мне что-то говорит-говорит. А я ему потом говорю, вот, уже больше 5 минут. Дангер. Да. Все. Пока не скажешь, ничего не случилось. Вот это мое. Шоколадное. А что это, смотри. Горячая карамель. Это мы решили попробовать новинку мороженое. А ну дай чек, сколько оно вам пришлось. Одно мороженое со скидкой. А второе за 3,79. Короче, 6,69. Реально, пока не сходишь, ничего не будет. Это новинка Орео. Смачно. И карамель. У меня шоколадное мороженое, а у Настя пломбир. Из-за карамели горячее она растаяла? Я себе одну карамель, а тебе две. Растаяла? Мороженое растаяло? Ну, из-за карамели горячая карамель. А она горячая? Угу. У меня нет. Тут? Да. Попробуй. Сладкое очень надо было одну. Что не очень. Как будто дешевое печенье. Да. Ладно. Соседочки там можно взять, Настя. Карамель вообще никакой безвкусный. Как будто не карамель. Да? Это не карамель. Это карамель, но... Какая-то безвкусная карамель. Дома можно. Дома можно делать. Молоко. В морозилку сделать и взбить его. Или сливки. Как будто не ору. Сахар. Сделать сахар и карамель на стоворотке. Именно в баночке продается. Не рекомендуем. Да? Не растаяло, да? Не мороженое. Не вкусно. Не вкусно. Ладно. Все. Кушать. Настя расстроена. Не хочет доедать. Не, я и так съела. Ну да, надо мне попробовать. Потом уже, когда карамель закончилась. Вообще безвкусно. Векарь не спрашивается. Ну, можете написать, что мы возмущаемся. Все такое. Просто реально обидно. Не вкусно. Даже молоко. Вода. Обычная вода. Размороженная. Лед-то как будто разморозили. Там. Молока капельку добавили. Чоколадное еще не что, но тоже. Как будто какао. Не, раньше если в Макдональдсе мы ели. Оно было со вкусом хоть кого-то. Не знаю. Химия, не химия. Реально. Вот тут не карамель, а печеньку на супре. Спасибо еще скажи. Ну, типа извините, деньги как бы не маленькие, я считаю. Поэтому я имею право говорить. Но для тех, кто работает, маленькие. Я не шикуют. Каждый день рассуждают. Ну реально, может по мороженым. Безвкусно. Уммм. В общем все. Вышли мы с Макдональдса. Сейчас будем гулять. И в следующем видео уже вам покажем город. Как мы здесь проводили время. Правда, дождь еще чуть-чуть идет. Надеюсь, что закончится. А не было? Вот мороз лежит. Настя зла, но ничего. Вы напишите, почему вы все время идете именно в Макдональдс? Потому что это самое такое распространенное. И все, что... Вот, увидели. Все. Пока не верим, мы знаем здесь цены. Ну типа пойти куда-то зайти. Ну да. Еще больше расстроиться. Будет вкусно, не будет. Не, просто мы отворим и хотели попробовать. Потому что новинка, везде реклама. Даже в инстаграм не выбивает реклама этой новинки. Ну в общем, такое, ничего страшного. Так что все, ребята. В следующем видео смотрите, как мы гуляем в городе. И, пожалуйста, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И, конечно же, пишите комментарии. Всех вас любим и целуем. Пока.